Эти добрые люди В декабре 1607 года капитан Джон Смит, один из первых 104 английских поселенцев, ушел из форта Джеймстаун на разведку и, не пройдя полмили, был захвачен индейцами в плен. Вождь племени алгонкинов Паохатан уже собрался было привести приговор в исполнение, но был поражен любопытной вещицей, карманным компасом, который имелся у Джона Смита в наличии. Далеко не всем европейцам везло так, как Джону Смиту. Кстати, в его спасении значительную роль сыграла дочь вождя «Покахонтас», который известен нам по диснеевскому мультфильму. «Основание США». У меня сегодня в гостях историки Анатолий Уткин и Константин Миньяр-Белоруч. Анатолий Уткин – директор Центра международных исследований Института США и Канады, профессор, доктор исторических наук, автор книг и публикаций в том числе «Большая восьмерка. Цена вхождения», «Крепость Россия. Прощание с либерализмом», «Мировая холодная война», «Русско-японская война в начале всех бед» и «Месть за победу. Новая война». Константин Миньяр-Белоручев – выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ, автор книг и публикаций в том числе американский изоляционизм во Второй мировой войне и реформы экспансии в политике США. После того, как Мексика и Перу стали испанскими, и тогда и североевропейские страны тоже решили принять участие в освоении нового континента. И первыми были шведы, которые основали, к слову говоря, город Нью-Йорк, а потом были французы, прошедшие через Миссисипи до Нового Орлеана. Ну и дело дошло до англичан. И уже 1607 год англичане высаживаются в месте, которое называется Джеймстаун. Анатолий, я вас прерву. А почему шведы? Вот как вы? Вот вроде высадились испанцы. По логике вещей, когда идет колонизация континента, страны, тот, кто первый пришел, тот и молодец. Вот пришли первые испанцы, захватили определенную часть территории. Там то, что ныне Мексика, Латинская Америка, Куба. И тут вдруг приходят шведы, потом французы. Ну задаром же не надо их присутствия. Вот каким образом это происходило? Представим себе 16 век. В 16 веке, конечно, крупнейшей католической державой была Испания. И нет сомнения, что Южная Америка и Центральная Америка, и Флорида, и то, что будет потом Калифорнией, были испанскими. Но с другой стороны, на континенте Европы против испанцев воевали протестанты. Их возглавлял король Швеции Густав Адольф. И Густав Адольф немало побил католиков Валенштейна и всех остальных. И в 16 веке, и в начале 17 века Швеция была великой европейской державой. Это был довольно короткий период. Но если почитать даже нескольких геополитиков этого времени, они считали, что Россия в конечном счете будет колонией Швеции. И почти так и случилось в 1709 году под Болтавой. Но дело повернулось в другую сторону. Испанцы были довольно далеко. Они были все-таки еще южнее, на территории современной Мексики, на юге современных Соединенных Штатов. А шведы высадились там, где, кроме Алгонкинов, Иракезов, прочих племен североамериканских индейцев, которых было примерно 2 миллиона, никого не было. И задача была пройти к землям, где выращивают табак, номер один, тогдашний экспортный товар, ну, найти золото и все прочее. И шведы некоторое время владели инициативой. Так же, как и голландцы. Их сменили голландцы. Голландцы перехватили город, стал называться Нью-Амстердам. И только потом Нью-Йорк. Ситуация в Европе, то есть появление англичан в Северной Америке. Это было связано с разгромом Великой Армады? Это было в значительной мере связано с разгромом Великой Армады. Еще до этого английские пираты, такие как Рейли, крушили испанские галеоны, забирали серебро и золото. Но после 1588 года, после буря, скинувшей уничтожившей фактически испанский флот, первой державой морской меры, становится Великобританием. Непобедимая армада, военный флот, созданный Испанией в конце 16 века для завоевания Англии во время англо-испанской войны. Непобедимая армада вышла из Лиссабона 30 мая 1588 года, но из-за шторма задержалась Вла-Карунди, которую покинула лишь 22 июля. Испанский флот, 128 кораблей, 8 тысяч матросов и 19 тысяч солдат состоял из высокобортных судов, которые предназначались главным образом для абордажного боя. Английский флот, 197 кораблей, 12 тысяч матросов и 4 тысячи солдат состоял из меньших по размеру, но гораздо более маневренных кораблей сильной артиллерии. В Ла-Манше английский флот атаковал испанцев. Было потоплено около 20 испанских кораблей. На обратном пути около Арканейских островов и берегов Ирландии из-за шторма испанцы потеряли еще 40 кораблей. Гибель непобедимой армады подорвала морское могущество Испании. До поражения Великой армады, до того, как она ушла вся на дно, испанцы доминировали на море. А тут как бы образовался вакуум определенный военно-морской и появилась причина, почему можно это предпринять. То есть я просто объясняю это для наших зрителей, поскольку... Если вы позволите. Да, конечно. Возьмем царствование одной королевы, той самой, которая Вирджиния, то есть девственная. Елизавета Первая была королевой с 1553 по 1603 год. Вот за этот период, за этот период Англия из маленького королевства европейского масштаба стала мировой державой. Вы правы, сюда входит и победа над великой армадой, и все прочее. Вот этот период роковой, Шекспир, это период, когда Англия вышла вперед. А французы как там? Они же вроде так более или менее на задворках-то и в руку были. Французы показали себя сильнее чуть позднее, в период Людовика XIV. Ну, это примерно 1664-1613 год. Вот в этот период французы высаживаются в северные англичан, в современной Канаде, то, что называется Гребек, и по реке Святого Лаврентия французы идут к Великим озерам. У Великих озер они выстраивают Монреаль, они выстраивают то, что называется сегодня Кебек-Сити, и отсюда они идут на юг Миссисипи, и по Миссисипи спускаясь, создают Новый Орлеан. Вот это был период чуть-чуть позже, более поздний, чем период, первоначальный период англичан. Тогда Гавр был таким бурным, таким Ливерапулем французским. Но все дело кончилось с поражением англичан в борьбе за испанское наследство. Но до этого мы еще дойдем. Вы хотели что-то добавить? Да, я хотел вмешаться в беседу, потому что на самом деле англичане, французы, голландцы, шведы, они отстали в принципе с началом колонизации. Но исследования Северной Америки они вели практически параллельно с испанцами начали с небольшим отставанием и уже первые плавания в районе Северной Америки начались в конце 15-го, начале 16-х веков. Зачастую они использовали итальянских мореплавателей, кабот, конечно же. Но уже в 1530-м году англичане начали проявлять пристальный интерес к Северной Америке, именно к Северной Америке, потому что они начали искать проход северо-западный проход и северо-восточный проход, потому что испанцы и португальцы монополизировали проходы в Индию вокруг Африки и вокруг Южной Америки и, соответственно, возникал вопрос, а как получить доступ к богатствам, легендарным богатствам? И начинаются многие плавания и исследования, поэтому и французы искали это, и кортье плавания как раз в районе Северной Америки. Они пытались пройти как можно дальше к северу. Однако в связи с внутренними проблемами еще нестабильностью государства перейти к полномерной колонизации, потому что XVI век это эпоха реформации в Англии. Генрих VIII, который известен не только тем, что казнил своих жен, но он конфисковывал монастырские земли, боролся с внутренней оппозицией. Соответственно, армады это некий такой рубеж, который показывает усиление мощи внутренней Англии и внешней. И как раз в это время как раз начинается переход, потому что первая колония была создана до небедимой армады за три года, 1585 год, остатка Руанек, Уолтер Рейли, но она погибла. То есть, поэтому попытка была, но она оказалась пока не неудачной. И уже только при следующей династии, уже после смерти Елизаветы, начинается планомерный переход к новой стадии, то есть не просто исследование, не просто торговые пути поиск, а уже планомерное исследование, планомерная колонизация. тут, я думаю, надо сделать маленькое лирическое отступление и поговорить о том, а кто там, собственно, жил до прихода европейцев, до прихода шведов, англичан, французов и далее, и везде. В Америке и в Южной Америке и в Северной Америке жили представители азиатской расы. Как они добавились в эти места? Есть варианты. Например? Например? Например, норвежский путешественник Турхеев доказывал, что плоты, используя течение, что они добавились из Азии через Тихий океан. Но вообще говоря, превалирует та точка зрения, что эскимосы и вообще все азиатские смотрящиеся индейцы прошли через Аляску и спустились вниз. И что это... То есть там был проход в свое время? Да, конечно, там был проход. Собственно, принято считать, что было три волны колонизации Северной Америки из Азии. Первая волна между 30 тысяч и 40 тысяч лет назад как раз существовал Беринге, то есть такой перешейк. Это первая основная волна и большая часть... Это там, где сейчас Берингов пролив. Где Берингов пролив. Аляска, Чукотка, был единый мост такой. Соответственно, большая часть жителей западного полушария, коренных жителей индейцев, это являются потомками этой первой волны колонизации. Вторая волна, гораздо более ограниченная, это 10-12 тысяч лет назад. Это так называемые... Первая волна, это палео-индейцы, принятые их называть. Вторая волна, Наден, они живут на севере Канады, Арктической Канады, и локальная группа образовалась на юго-западе Соединенных Штатов. И, наконец, третья волна, это уже эскимосы, когда Берингов пролив уже покрыл Берингию, но они как раз обитают на Аляске, при лежащих территориях. Успели перебраться, что называется. Эскимосы – коренной народ, населяющий территории от восточного края Чукотки до Гренландии. Антропологи считают, что эскимосы – монголоиды арктического типа. Их основное самоназвание – инуиты. Слово «эскимос» или «сыроед», или «тот, кто ест сырую рыбу», принадлежит языку индейских племен абнаков и атабасков. Эскимосы до ныне сохраняют традиционные верования, анимизм и шаманизм. Ну, давайте вспомним, что и жители Норвегии, Исландии тоже пробирались в Северную Америку. Трудно сказать, сколько из них осталось там и в какой мере они повлияли на этнический состав. Но фактом является, что они называли Северную Америку Винланд, то есть страной Вина. Это была очень теплая страна по сравнению с Норвегией, с Исландией. Ну, в первую очередь они до Гренландии добирались. Да, сначала Гренландия была базой для Эриха Веселого и Выжего. И оба они пришли в Северную Америку. То есть здесь было несколько попыток. Ну, и трудно сказать, что такое Атлантида и как она погибла тоже. Но греки выходили за пределы современного Гибралтара. И возможно, не можем исключить, что они доходили до Центральной Америки. Китайцы еще тоже претендуют на то, что они достигли Америки до европейцев. Но все же все эти волны и скандинавская, и китайская, они оказались локализованы. И поэтому говорить об открытии Америки в полном смысле приходится только уже с плавания Колумба. Хотя и португальцы претендуют, что накануне Колумба они плавали. Хотя не называют кто конкретно, но говорят, что Колумб плавал по их картам. Англичане говорят, что они ловили рыбу у берегов Ньюфаунленда, но скрывали это. Но когда происходит крупное открытие, всегда появляется множество претендентов на то, что монополизирует результат. А все-таки приходится следовать основной линии людям, о которых мы что-то знаем. По официальной версии Америка была открыта Христофором Колумбом 12 октября 1492 года, когда он высадился на острове Сан-Сальвадор в Багамском Архипелаге. Первой экспедиции Колумба насчитывало 90 человек на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья. В декабре Колумб посетил ряд других Багамских островов, а также открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы. В начале декабря он достиг и острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега. Колумб на корабле Нинья в январе 1493 года завершил обследование северного берега Гаити и в середине марта вернулся в Кастилью. Давайте теперь приблизимся ко времени активной европейской колонизации. Кто там жил на тот момент? Вот индейские племена, с которыми они вошли в непосредственный контакт после того, как начали колонизацию восточного побережья. В Северной Америке в этот период не было таких крупных империй, крупных цивилизаций, как были в Центральной Америке. Хотя, в принципе, до этого достаточно развитые цивилизации существовали, их принято выделять три по очереди, смеявшие друг друга. Но когда пришли англичане, первое это народ, который жил, притянулся в Северной Америке от Великих озер до Луизианы, второе это народ Пуэбла. Неизвестно, как назывался. Я бы назвал два, Алгонкины и Иракезы. Но я это сужу по простому принципу. Иракезы помогали французам, а Алгонкины помогали англичанам. Это, так сказать, по другому принципу. Ну да. Но это уже поздний период. Это более поздний период. Но лучше всего прочитать Фенемора Купера, тогда мы встретимся один на один. зверобой пионер. Да. Ну вот, Константин, вот эти три протоцивилизации. Три протоцивилизации, они во многом возникли под влиянием, некоторые из них развивались под влиянием Центральной Америки, но как раз уже к приходу европейцев треть, первая цивилизация жила от Великих озер до Усть-Миссипи, вторая на территории Нью-Мексико и Аризоны, и третья на территории как раз Техаса. Соответственно, они сменяли немножко друг друга по очереди, но когда приходят европейцы, с кем они сталкиваются, это племена среднего развития, с одной стороны, они знали земледелие, с другой стороны, земледелие было для них дополнительным средством существования к охоте и собирательству. И поэтому, поскольку земледелие имело большую роль, повышалась роль женщин в обществе. Соответственно, эти самые ракезы, они известны матри-линеарным счетом. То есть, мы не можем говорить, что был матриархат и владели женщины, но, по крайней мере, родословное считалось по женской линии. направляли женщины, и, соответственно, мужчина, если он женился, он приходил в дом своей жены. Но все же войны, политические решения принимались старейшинами, принимались старейшинами мужчинами. Соответственно, и ракезы – это наиболее мощное объединение вначале пяти племен, затем шести племен. Это численно приблизительно сколько? Ну, понимаете, вообще по численности индейцев в тот период существуют очень сложные оценки, потому что... У меня попадалась цифра порядка миллиона. Обычно говорят до двух миллионов. Даже до двух. Если иметь в виду индейцев, включая пироанских и мексиканских, два миллиона человек... Нет, вот чисто североамериканских. Скажем, половина из них. Ну, миллион. Порядка миллиона. Индейцы северной Америки предпочитали побережье, Атлантическое побережье и великие озера. Это были лучшие места для охоты, потому что это были девственные леса, это были превосходный климат. Ну, замечу только, что самый северный штат Соединенных Штатов это Сочи. То есть, все остальное южнее, чем Сочи. Это Канада, территория Российской Федерации. Но, когда европейцы высадились, началось великое вытеснение индейцев. И индейцев стали гнать дальше, дальше и дальше и уже упорядоченным характером. И в конечном счете они ушли к Калифорнии, к тем далеким временам, к местам, где еще водились буйволы, где последняя битва была при грудной руднии. Но это был уже конец. Это еще не скоро было. Но я должен сказать, что ярость была обоюдной. В 1622 году индейцы убили 374 человека белых. Христианина и так далее. И, конечно, здесь обоюдное было стремление христианизировать индейцев. Индейцы сажали за свои очаги и постоянно отступали. Константин, вы сказали, что они жили в длинных домах. Это по ирокезах. То есть была оседлость определенная. У них была частичная оседлость, потому что некие постоянные дома перемежались с вигвавами, которые использовались особенно в более теплые сезоны для перемещения, потому что когда начинаются полевые работы, строились уже вигвамы. Но, соответственно, проблема началась в том, что сам контакт с европейцами, с англичанами, с голландцами, с французами, он резко меняет образ жизни индейцев, хотя зачастую даже не приходится винить европейцев. То есть, конечно же, вина значительная есть за уничтожение индейцев, но большие сдвиги происходят именно по факту своего контакта. Американцы любят говорить о так называемом колумбовом которые привезли европейцы. Ну да, к которым они не адаптированы. И наоборот. Да, это потери с европейцами были большие, но поскольку европейцы ехали небольшими группами, то в Европе тоже оказались болезни, но не такие катастрофичные, как в Северной Америке. Обычно европейцев, англичан, французов изображают страшными, ужасными, кровожадными злодеями, которые пришли на североамериканский континент и начали их стрелять, мучить и всячески изгонять. Но, насколько я знаю, европейцы пытались договариваться, заключать какие-то соглашения, в частности, вот Манхэттен был куплен за 24 доллара, шведы тоже пытались покупать земли, и англичане в том числе. Как шел вот этот процесс колонизации первичный? Самое главное в этом движении была попытка европейцев христианизировать индейцев. Возможно, более активными в этом плане были португальцы и испанцы, но тем не менее и англичане, и французы первым делом, как только они ставили форт и крест, они пытались связаться с соседними индейскими племенами и привлечь их к христианской религии. Но это не очень получалось. И поскольку все-таки исторически это были две разные эпохи, это не получалось. И возникало только взаимное озлобление, взаимное желание жить на собственной земле или изгнать из этой земли. Должен сказать, что, на мой взгляд, более активными на Северной Америке были французы. Шамплейн, Лессаль, они двигались по Великим озерам, они вышли к Великим рекам, прежде всего, конечно, Миссисипи, и везде строили форты. Их слабость, в отличие от англичан, была в том, что у англичан в это время возникает, ну, овцы съели людей. То есть, овцы вынуждали лордов изгонять англичан со своих земель, и те уезжали на деньги компаний, плеймутской компании, лондонской компании, в Северную Америку прежде всего. А у французов таких свободных людей, в кавычках свободных людей, не было. Поэтому французская колонизация это или некие прославленные путешественники, дворяне, это во Франции гораздо ближе к дворянам сословия священников, и вот эти героические люди, коим сейчас много памятников в Северной Америке, они и пытались дойти до конца, дойти до Тихого океана, дойти до Мексиканского залива, и, как мне кажется, именно французы первыми создали карты всего континента, и они позволили потом англичанам пойти по уже изведанным путям. Англичане знали, какие реки соединяются, как идти от великих озер, и первоначально для англичан Олеганские горы были на горизонте, стояли, и они были как бы пределом их мечтаний. Вот между Олеганскими горами и Атлантическим океаном, это была та зона, которую осваивали англичане посредством своих компанейских предприятий. И только потом, и первыми, я должен сказать, были ирландцы, и шотландцы, англоговорящие, начинают переходить Олеганские горы и выходить дальше в долину, огромную долину реки Миссисипи. здесь уже начинается их битва с французами, и тут... Ну, до этого мы еще дойдем. Если говорить об индейцах, контакте с индейцами, то вначале можно сказать, что носили такой рабочий характер, да, конечно, стычки были, брали в плен, белые индейцы в индейце белых, но пришла и взаимопомощь, потому что первая колония Плимутская, она во многом-то выжила благодаря помощи индейцев, потому что они их кормили первую зиму. первую зиму. Но проблема заключается, что сам факт контакта с цивилизацией, он очень влиял на, прежде всего, на индейскую цивилизацию, потому что все-таки Европа послала некий передовой отряд, и влияние на материков Европы оказывалось менее значительным. Ну, первое, что это болезни. Та же Массачусетс, где рядышком был Плимут, а население индейское за первые 20-30 лет сократилось почти в 10 раз. И англичане рассматривают как знак от болезней. Да, от болезней. Вот я хочу это подчеркнуть, отнюдь не потому, что англичане бегали с ружьями и стреляли все, что движется. Нет, просто от болезней, просто не было иммунитета, новые вирусы, бактерии. Чума, холера, Чума, в основном холера, корь, оспа, банальный грипп очень сильно влиял. И англичане рассматривали, а Массачусетс это колония, где жили Пуритания, они рассматривали как знак Божий, что Господь освобождает для них территорию. Если бы Господь не хотел, чтобы эта территория была английская, он бы не стал уничтожать индейцев. Пуритания, последователи кальвинизма в Англии в 16-17 веках, выступавшие за углубление реформации, проведенной сверху в форме англиканства против абсолютизма. Пуританизм стал идеологическим знаменем английской революции 1640-49 годов. Неоднородность социально-политического состава Пуритан привела к выделению среди них умеренного пресвятарианя и радикального индепенденты течений. Пуритане стояли также у истоков США, так как именно с поселения Пуритан в 1620 году в штате Массачусетс фактически началось английское заселение Северной Америки. Но с другой стороны меняется и само взаимоотношение индейцев с окружающей средой благодаря контактам с европейцами. Но самое простое те же голландцы которые пришли в Нью-Йорк они прежде всего были заинтересованы в торговле торговле пушной. Соответственно иракезы с которыми торговали начинают просто отбой убой всего пушного зверя потому что индейцы считали какие глупые европейцы за какую-то шкурку бобра они дают 10 ножей которые позволят ввести очень активные инструменты и давали огнестрельное оружие. Но меняется уже смысл их взаимоотношения природы смысл их деятельности. Они перестают обрабатывать землю они перестают делать какие-то базовые инструменты мелкогончарное ремесло. Они получают более качественные европейские товары за счет той пушной торговли которую они ведут. Соответственно выбивают местное звере и начинают нападать на другие индейские племена чтобы закатить их охотничьи угодья и уже затем как раз многие индейские воины становятся очень жестокими после прихода европейцев. Во-первых они получают оружие которое раньше не было а во-вторых они получают стимул стимул для торговли с индейцами. То есть здесь влияние было гораздо более комплексным. Ну и ко всему прочему можно сказать происходит некая технологическая деградация поскольку не надо развиваться тебе и так все принесли ружье, ножик там еще что-то зачем напрягать голову и что-то выдумывать когда все будет и так. А вот эту ситуацию с оружием мы наблюдаем по всей день в той же Африке куда завезли очень много калашниковых М-16 а уровень развития цивилизации остался колыбельный то есть весьма похожая история. Очень важный момент как воспринимали индейцы заключение договоров с европейцами относительно владения землями там с англичанами там тот же Манхэттен вот они считали что европейцы заплатили там 24 доллара дали ящик бус или ящик ножей и все они могут владеть этой землей или как? Картина была бы именно такой так сказать ну в кавычках благостной то есть продвижение одной цивилизации более высокой и с бусами и с ружьями и так далее но должен сказать что главные европейские державы воевали между собой за побережье Атлантического океана и вот это не позволяло европейцам сосредоточиться на так сказать сознательном освоении североамериканского континента битва в основном шла между французами и англичанами ну это само собой семь войн между Голландией и Англией именно в этот период это 17 век и вот это противостояние между шведами голландцами французами и англичанами оно отвлекало их от попытки ну целенаправленно и так сказать сознательным образом осваивать территорию заключать договоры показывать свою честность в ведении дел и тому подобное создается нечто другое о чем я считаю нужно обязательно сказать это то что в битве между собой прежде всего между Квебеком французским и 13 колониями английскими обе стороны обратились к определенным индейским племенам они платили их горячим так сказать ромом то есть всеми видами горячительных напитков они спаивали по существу они давали ружья пусть даже примитивные но все же настоящие ружья они привлекали индейцев прежде всего как союзников в борьбе против французов или против англичан и вот это обстоятельство мне кажется не следует забывать потому что такого лобового встречи двух цивилизаций одной более высокой и низкой не было ну и конкистадоры использовали племена в частности тот же Кортес привлекал противников ацтеков чтобы бороться против них но вообще для индейцев вот это протестание англичан и французов было долгое время благом потому что пока была война с соперником они были нужны они были нужны как союзники категория частной собственности у индейцев как таковая у племен живших в районе Атлантики у них отсутствовала поэтому они не понимали тем более собственность на землю когда те же голландцы купили Манхэттен за собственно безделушки то есть они платили не деньгами естественно товарами на эту стоимость голландцы естественно по европейской традиции полагали что они покупают землю и могут требовать чтобы индейцы ее освободили и им предоставили индейцы которые занимали Манхэттен использовали для охоты и поэтому они воспринимали как что это некий подарок то есть они сняли это как сделку как таковую это некий подарок а культура подарков у индейцев была очень развитая за которое они должны дать некий ответный дар и таким ответным даром является право охотиться вместе с ними на территории Манхэттена поэтому упрекать индейцев что они вот продали такие глупые были продали эту территорию за то есть ничто не приходится а потом голландцы уже имеют документы которые собственно они оформили по своим правилам для индейцев ничего не значило они начали силовое выдавливание с этих территорий для строительства уже города и апеллируют к своим категориям то есть тот сильный тот навязывает свое понимание реальности и индейцы оказались уже здесь неудил извините можно несколько слов есть такое понятие межкультурной психологии и вот данная ситуация как и многие другие ситуации с договорами она наглядно иллюстрирует что как бы мышление двух цивилизаций идет параллельно одни воспринимают действительность в том контексте в котором существуют они в том правовом поле которое у них существует а европейцы воспринимают это в своем правовом поле поскольку они абсолютно разные здесь и возникает конфликт то есть как бы не потому что одни хотели насолить другим мне кажется это очень важный момент потому что это обычно упускается но мне представляется важным сказать также и о том что индейцы стояли на 5 ступеней ниже по историческому развитию у индейцев не было не выделились еще племенные вожди не было королевств не было объединения племен это были еще первобытные охотники которые ну объединялись между собой по общности языка по каким-то манерам по каким-то воспоминаниям но это еще не был феодализм это не было рабовладение даже не рабовладение и мы так что мы видим Европу 16-го 17-го веков и те страны которые находились до нулевой отметки и в этом плане смешно говорить о праве индейцев у них не было такого понятия для них земля принадлежала всем у них была своя галерея богов об этом мы отдельно поговорим и в этом плане договоры заключаемые между индейцами и европейцами это были договоры между глухими и немыми они совершенно по-иному воспринимали эти соглашения эти договоры заключались прежде всего не для индейцев а для того чтобы показать свой приоритет по отношению к другим европейским державам то есть голландцы сюда пришли они сюда уже не пустят французов а право индейцев очень мало кто из деятелей того времени только наиболее радикальные пуритане признавали что король Англии к примеру Массачусство не имеет права давать гранты на эту землю потому что эта земля принадлежит индейцам это говорил Роджер Уильямс и за это его из Массачусства изгнали то есть такие люди которые преповедовали что можно сказать с вами такой либерализм и право признания разных культур на общность правового поля они считались белыми воронами и их изгоняли потому что они мешали развитию тому которое казалось легким правильным и мейнстримом небольшое лирическое отступление по поводу товарообмена во всех фильмах книгах у индейцев фигурирует знаменитый томогавк между тем это отнюдь не индейское изобретение потому что когда европейцы туда пришли индейцы еще не умели обрабатывать металл в частности те с которыми они столкнулись на восточном побережье у них не было даже металлических ножей оружие было в основном сделано из кости то есть костный ножик костная копалка и все прочее костное первые топоры вот эти с характерной формой лезвия они увидели у голландцев это как бы голландское ноу-хау небольшой топорик для каких-то хоз и очень он индейцам понравился вот просто доскрежета зубов потому что он небольшой он компактный его легко с собой носить возить и очень многие бобры сложили свои головы именно за томогавки которые в общем-то были европейского производства и европейского разлива а что касается ножей то завозили их даже без рукояти просто я достаточно много занимаюсь этническим оружием и исследовал этот вопрос европейцам настолько все было перпендикулярно что они складывали лезвия в ящики без рукояток без ножен и привозили все равно возьмут и отсюда возникает как бы своеобразная художественная культура оформления холодного оружия у индейцев и что касается снятия скальпов костяным ножом это сделать чрезвычайно трудно а вот голландским или английским ножиком железным в легкую вот это к вопросу о товаре обмена и потом даже были специальные заказы чтобы томогавк совмещал в себе еще и трубку то есть там где находится топорище обратная сторона там делали металлический цилиндр с дырочкой а рукоять делалась полой либо индейцы выстругивали рукоять с дырочкой внутри чтобы можно было совместить приятное с полезным метнуть томогавка потом покурить трубку мира ну а теперь давайте вернемся к англо-французским воинам и как вы сказали Константин для индейцев это было в тот период большим благом поскольку они вошли в союзнический контакт с воюющими европейскими державами и было им от этого хорошо по крайней мере было не то чтобы хорошо они по крайней мере имели свою некую нишу в которой они были востребованы потому что европейцы тоже понимали что вообще тактика европейцев была и в Индии распространена использовать местные племена местные силы для борьбы особенно получалось когда индейцы про-французские воевали с индейцами про-английскими а англичане ведут параллельно свои войны но после того как англичане выяснили окончательно французов в Северной Америке это происходит по итогам семилетней войны индейцам уже были не нужны и начинаются более планомерные вытеснения кроме того вообще для индейцев англичане были гораздо более опасным противником опять-таки не в силу их плохого отношения а в силу ведения хозяйства потому что французы осваивали большие территории но малыми силами и французы хорошо сосуществовали с местными индейцами французы это прежде всего торговые фактории торговля пушниной а англичане это сельскохозяйственное производство это разные земли то есть одни и те же земли используются по-разному то есть охотничьи угодья превращаются в фермы и индейцы вынуждены уже табак хлопок уходить ну собственно табак даже только проорити наверное две культуры использовались в Америке главные в колониальный период это в южных колониях это был рис и в колониях это самый дальний юг это каролины северная и южная и Джорджия и верхний юг так называемый это Мэриленд Виргиния это табак табак который шел в Европу рис который шел на острова Карибского моря в Испанию Португалию рис был гораздо более прибыльной категорией в тот период даже чем табак гораздо больше более прибыльный чем табак вообще табак с табаком было интересно потому что поначалу выращивание табака было невыгодным потому что не существовало рынка в Европе его надо было развивать а потом англичане задушили торговлю табаком поскольку торговля была прибыльной они увеличивают большие налоги и плантаторы могут брать только количество как сейчас у нас выгодно иметь не один магазин а все эти гипермаркеты так вот выгодно иметь большую плантацию много выращивать табака может что-то чуть и получится а тут возникает проблема нужна рабочая сила которой не хватает вот тут-то ее и завозят голландцы из Африки потому что индейцы плохо поддавались порабощению они не хотели просто работать они были свободолюбивыми людьми да и вот сколько ты его не бей он все равно не будет палкой ковырялкой в земле копаться ну что касается рабочей силы собственно в 18 веке параллельно использовалось два пути во-первых это так называемые сервенты иначе законтрактированные слуги это белые европейцы которые переселяют белое рабство но оно временное то есть белые европейцы им вроде обещали вот ты 5 лет оттрубишь и мы тебе на дел земли дадим все зависело от того кто обещал договора в некоторых колониях особенно в Новой Англии где были пуритане с их этикой они конечно же относились очень хорошо они их сильно не эксплуатировали и потом взяли землю в южных колониях обычно даже до земли не доходило половина сервентов умирала в первые два года от болезней от тяжелого труда а параллельно появляются рабы первую партию рабов в Северную Америку привезли голландцы африканские рабы африканских рабов черных рабов полноценных рабов привезли голландцы в 1619 году но при дженнии 17 века рабов в Америке было мало первые африканские рабы на территории современных Соединенных Штатов появились в 16 веке в ходе попыток испанцев осваивать данную территорию точкой отчета института рабства в североамериканских колониях Великобритании является 1619 год когда голландские работорговцы привезли партию из 20 рабов в первую английскую колонию Джимстаун привезенные Джимстаун рабы изначально были захвачены на побережье Анголы и говорили на одном из языков народности Банту на протяжении первых десятилетий африканские рабы в британских колониях в Северной Америке имели статус законтрактованных слуг тот же статус имели и европейцы отрабатывавшие свой переезд в Америку в течение срока который мог варьироваться от 4 до 7 лет а затем получавшие свободу многие из первых африканских рабов в Северной Америке в конечном итоге тоже получили свободу как награду за хороший труд и обращение христиан первоначально вообще черная раса находилась в очень таком странном положении потому что английское право не подразумевало институты рабства и многие чернокожие выходцы из Африки если они переживали тяжелый труд первые несколько лет они в дальнейшем получали даже свободу и есть примеры когда негры становились самыми плантаторами в 17 веке это известный случай Антонио Джонсон который стал плантатором и более того он использовался на плантациях труд чернокожих рабов и белых сервентов но в 18 веке ситуация меняется кардинально по мере того как выращивание риса и табака становится более прибыльным появляется больше рабов то есть можно их уже купить и когда рабов было мало английское право в Северной Америке терпело такое смешение раз когда негров становится много надо это институционализировать и вводятся жесткие условия уже практически освободить чернокожих рабов невозможно положение рабства отчитывается по матери поэтому неважно кто был отцом белый плантатор соседний раб все равно люди становятся рабами и возникает интересная ситуация если в в Южной колонии в Северной Америке рабов возили гораздо меньше чем в Карибский бассейн но численность рабов постепенно там начинают обгонять численность рабов в Карибском море почему потому что плантаторы которым не хотелось эти деньги начинают разведение рабов то есть воспроизводство рабов специально заказывая больше женщин то есть используя их уже на такой долгосрочной аренде долгосрочной основе и в результате создается целое целое сообщество негритянское которое имеет собственную культуру собственное положение в обществе да но вернемся к индейцам и к освоению территории индейцев вот англичане с французами повоевали довоевались до того что данную территорию под Канадой они освободили от французского влияния движение на запад вот того которое произойдет в 19 веке еще насколько я понимаю нет и в помине есть некоторые препятствия которые усложняют этот процесс вот но хочется сделать еще одно лирическое отступление поговорить о природе Северной Америки когда туда пришли европейцы когда индейки сидели на ветках деревьев так что эти ветки просто под ним подламывались бизоны бегали взад и вперед в невероятных количествах и земля была просто вся как бы перенасыщена всевозможной фауной что производило на первых переселенцев неизгладимое впечатление индейки от них не улетали среди тех 13 колоний которые англичане так сказать основали освоили и сделали атлантическое побережье английским побережьем выделились три группы одна группа была это та которая выращивала хлопок и табак это были южные колонии ну это Джорджия северная каролина южная каролина вирджиния здесь было много французов здесь было гугенотов которые бежали в северную южную каролину в основном менониты были еще немецкие менониты как раз располагались больше севернее в пенсильвании в пенсильвании это была большая проблема и тот самый американский деятель который на 100 долларов он как раз боялся больше всего германского засилья в пенсильвании и тогда не испаноязычные а именно германские поселенцы представляли для него опасность так вот срединные штаты срединные штаты были славны своей пшеницей животных оттуда очень быстро истребили ну если пшеница то уже как бы пастись негде да ну и потом я хочу просто в цифрах это более понятно к периоду раскола между колониями и родиной матерью в Америке жило 2,5 миллиона белых а в Англии жило 7,5 миллионов то есть нельзя сказать что это была грандиозная гигантская Англия и очень маленькие очень маленькие колонии и северные 4 колонии Массачусетс Ньюхемпшир Родайвенд эти здесь было очень много рыбаков они охотились вот в районе Ньюфаундленда южнее они ловили знаменитую треску в общем здесь строили великолепные корабли и здесь РОЖ все-таки это было более северные места это было ощутимо и здесь было больше предприятий потом становятся механиков мануфактур того времени и я хочу свести это к тому что бобры которые делали заводи соболя которые так ценились в Европе и все прочее исчезли довольно быстро с этого побережья я хочу подчеркнуть Олеганские горы и побережье Атлантического океана а уже потом движение когда пойдет то дело речь зайдет о бизонах речь зайдет о пушнине совершенно справедливо Константин сказал о том что конечно же французы как и русские между прочим они торговали прежде всего пушниной только из разных концов земного шара Наверное надо сказать несколько слов о верованиях индейцев понятно что первобытные люди это язычество если это даже язычество можно назвать вот эти все тотемы которые показывают пантеон богов кого они боялись кого уважали перед кем преклонялись понятно что у разных племен это несколько отличалось но видимо какая-то общая система божественной иерархии существовала поклонение поклонение прежде всего солнцу ветру воде смене погоды всевозможным природным явлениям и им именно им поклонялись индейцы в тот момент когда на побережье высадились европейцы и это индейское преклонение перед могучей природой делало их закаленными сильными верящими в свою правду потому что они не изменяли этой своей вере но оно же ставило предел между сближениями двух частей человечества скажем красной расы и белой расы хочу еще раз подчеркнуть что испанцы конечно приложили гораздо больше усилий для христианизации и белые те которые жили в Массачусетсе квакеры они тоже стремились это сделать но это было практически невозможно ввиду полного так сказать несовмещения религиозных восприятий между христианами западной Европы и индейцами которые верили как и древние славяне скажем в силы природы проблема в том что как раз это верование было тесно связано с образом жизни и соответственно становилось как некое продолжение некая помощь то есть верование тотемная связь с некоторыми животными либо растениями это был способ передачи знаний во многом об этих животных растениях когда европейцы предлагали свою парадигму о веровании восприятия мировоззрения эта парадигма была несовместима с образом жизни индейцев например европейцы в какой-то момент англичане в Виргинии приглашали индейцев в свой университет учиться в университет Вильгельма Мария а индейцы после нескольких неудачных опытов они стали отвечать Уильям и Мэри второй университет Уильям и Мэри сказали что нет мы больше не будем к вам наших молодых людей почему потому что вы там учите их совершенно ненужным вещам выйдя из вашего университета они не знают как поймать бобра как идти по следу как правильно воевать то есть иными словами это традиционное верование они были большим элементом четким элементом того образа жизни и кроме того не надо очень сильно примитизировать их верование потому что это был целый комплекс мировоззренческий например практически у всех племен в Северной Америке ну та же тенденция характерная и для Центральной Америки у них есть такой общий герой так называемый трикстер который делает все не так который нарушает все возможные заповеди который издевается над богами который ведет совершенно разнузнанный образ жизни и это сказание от трикстер было своеобразным своеобразной психотерапией когда человек получал возможность на словах либо в истории либо пересказать историю выйти за пределы тех жестких нормативов которые устанавливало общество а нормативы были всячески связаны с необходимостью выживания то есть надо следовать правилам которые устанавливает природа для того чтобы в этой природе выжить то есть тотем что такое тотем вот обычно это большой столб кудрявый изрезанный столяром плотником с изображением каких-то животных каких-то символов европейцы не пытались это исследовать то есть спохватились уже когда было поздно нет я думаю они пытались но мы как мне кажется забыли как сказать о шаманах о тех людях которые были ну если еще не жрецами но так сказать их родителями и тотемы это были священные места не скажу опять что это были церкви или соборы но это были места по наполеанах в глубине лесов что-то что-то где происходили действия культа соответствующего где ну много было того что можно вести от древних греков празднование весны завершение работы и тому подобное тотемы это были ну это последний шаг к созданию божества но вождь племени всегда имел своего комиссара то есть своего шамана шамана и шаман его сила была часто не менее значительной чем мнение вождя и шаман всегда создавал вот эту культовую основу эту духовную как бы мы сказали основу верований древних индейцев и она помогала им переносить все сложности и она служила им ну так сказать человек верующий сильнее человека неверующего когда мы говорим индейцы мы пытаемся объединить совершенно разные совершенно разные элемента хотя бы возьмем там совершенно разные народы которые стояли на разных уровнях развития на разном уровне восприятия и собственно приходит европейцев он стал как же мы говорили стимулом для дальнейшего развития причем не всегда негативным индейцы под влиянием европейцев позднее создают письменность в северной америке это племя чероки которое меняет свой образ жизни и под влиянием европейцев начинает вести оседлый образ жизни вести создавать фермы вести плантации и их представитель ученый так можно выразиться секвойя который по-английски не читал и не писал который английского не знал но зная что у европейцев есть такое изобретение как алфавит он придумывает свой оригинальный алфавит который не является повторением или копией алфавита латинского латиницы иными словами мы можем говорить что индейцы получили очень мощный стимул развития приходом европейцев как позитивный так и негативный и то что мы видели накануне их прихода вот эти самые прото письменность прото верование это не свидетельство потому что индейцы не могли развиваться не были способны развиваться скорее то что они были изолированы долгое время это препятствовало их развитию а новый сильный внешний импульс помог их дальнейшему развитию и способствовал их эволюции спасибо к сожалению вынужден вас прервать потому что время наше вышло мы продолжим освоение Северной Америки во время следующей беседы которую я с нетерпением жду я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе а с вами уважаемые телезрители мы увидимся ровно через неделю чтобы продолжить наше путешествие в Глубь Истории всего доброго смотрите нас в Глубь История в Глубь История